Ракетные войска 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 Симферополь или Севастополь. Так что все нормально. Севастопольцам тоже огромный привет. И спасибо за то мужество и за терпение, которое они проявляют в этой сложной ситуации. Крымчане вместе с севастопольцами. Продолжение темы. Крыму нужно заниматься развитием собственной генерации. Об этом, подводя итоги минувшего года, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак. Он отметил, что с введением второй очереди энергомоста весной 2016-го верных отключений в домах крымчан не будет. Но при этом призвал не расслабляться и не питать иллюзий. Поскольку могут возникать аварийные ситуации, если на Тамане, например, произойдут обрывы или обледенение проводов. Должны понимать, что это единственный источник электроснабжения. Поэтому остается все-таки актуальным до строительства собственной генерации, когда надежность будет, в энергетике есть такой термин, надежность N-2, когда два источника питания выходят из строя, а отключений нет. Мы в 2017 году должны добиться такого состояния. До тех пор, пока не будет собственной генерации, это объективная ситуация, опасность такая существует. Энергетики и крымские власти с честью справились с энергоблокадой полуострова и заслуживают похвалы, добавил Дмитрий Казак. И отметил, что в Крыму запланировано строительство двух теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе общей мощностью 940 мегаватт. Запустить в работу первую станцию намерены в 2017 году, вторую – в 2018. К другим темам. Новое лицо – крымская столица. В этом году в Симферополе уже приступят к реализации масштабных архитектурных проектов. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Эскизы уже выложены на портале. Так, например, будет выглядеть соборная мечеть на проспекте Вернацкого. Свой облик поменяет и главная воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь. Преобразится и театр «Кукол». По задумке архитекторов, здание будет напоминать замок. Всего же в этом году возьмутся за 10 масштабных проектов. В городе появятся новые жилые бизнес-комплексы, скверы и памятные знаки. На период действия ЧАС Севастополя заморозили цены на бензин и дизельное топливо. Такое решение удалось достичь путем переговоров между руководством города и местными поставщиками нефтепродуктов. Губернатор Севастополя считает, что без критических причин повышать цены аморально. Поэтому их регулярно мониторят. А вот с теми, кто будет спекулировать на этой почве, разговор будет короткий. Были долгие переговоры с поставщиками. Конечно же, они ставили условия и про работу переправы, и про сложность доставки. Но, тем не менее, было четко поставлено условие. Либо вы замораживаете цены, либо вы с нами не работаете. Поставщики приняли условия и можно с уверенностью сказать, что в Севастополе самые низкие цены на нефтепродукты в Крыму. ДТП на трассе Ялта-Лушта-Симферополь. 9 января около 9 часов вечера автомобиль «Инфинити», спускаясь с Ангарского перевала, сбил рекламный щит. Это видео выложили в сеть очевидцы аварии. По их данным, скорость машины в момент ДТП была более 100 км в час. В иномарке находились три человека – мужчина и две девушки. Все получили различные травмы, но остались живы. Свидетели происшествия утверждают, водитель и пассажиры авто были явно навеселе. А на Евпаторийском шоссе в поселке Богдановка Симферопольского района не обошлось без жертв. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. По их данным, человека сбили прямо на переходе. Для пешехода это ДТП оказалось смертельным. Керченская переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщили в диспетчерской службе морской дирекции. Сейчас на линии Кавказ-Крым задействованы четыре парома, которые работают по фактическим погодным условиям. По полученной информации, за минувшие сутки через переправу перевезли более 8 тысяч пассажиров и 4 тысячи единиц транспорта. Кроме того, в Керченский порт и порт Кавказ осуществляется перевозка грузового транспорта. А в Севастополе снова начали ходить катера и паромы. Их движения по маршруту Артбухта-Радиогорка приостановили 9 января из-за непогоды. Ветер в городе достигал 18 метров в секунду. Сейчас морской общественный транспорт работает в штатном режиме. Легендарный фильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна отреставрируют и покажут в кинотеатрах. Впервые на большом экране публике фильм был представлен в начале 1926 года. Спустя 90 лет фильм вернется в новом формате. Над этим сейчас трудятся сотрудники Госфильмофонда России. Броненосец Потемкин неоднократно признавался лучшим в истории мирового кино. Немой черно-белый исторический фильм был снят в 1925 году на киностудии Мосфильм. Режиссер Сергей Эйзенштейн показал русскую революцию так, что его фильм совершил переворот в кино. Это самая, так сказать, крупная величина в истории нашего кино. Но дело в том, что сейчас даже американская киноведня считает его основателем кино. В основе сюжета – восстание матросов на корабле Черноморского флота летом 1905 года. Съемки фильма заняли всего два месяца. Основные действия разворачиваются в Одессе. Там же, на городской лестнице, режиссер придумал и ключевую сцену. Кадры, где детская коляска катится по ступеням, облетели весь мир. Потемкин – это ведь не призыв к насилию, а это показ невозможности насилия. Это не призыв к революции, а призыв к тому, чтобы наступил, наконец, мир на земле. Киноленту в новом формате зрители смогут увидеть уже в этом году, когда завершится масштабная реконструкция. Специалисты уберут повреждения с пленки, сделают цветокоррекцию, выровняют звук и оцифруют фильм. Ольга Савенко, Время новостей. Мы продолжаем следить за событиями. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова